Итак, расскажу в этом видео свое видение метода 22, метода психологического параэкстрита. Расскажу немного, почему я доверяю этому методу, какую структуру я в нем нашла, и как вообще человек с научным образованием, с бизнесовым образованием, с таким количеством образований из разных областей жизни, как так получилось, что я практикую метод, который, в принципе, на рынке считается мезотерическим методом, с чем я здесь не согласна, и почему я вижу в этом методе какое-то рациональное термо, и вижу ли я его вообще там. Я пришла в этот метод, когда я была уже сама в терапии, как клиент, когда я уже была практикующим психотерапевтом, то есть я уже получила несколько образований, и как телесно ориентированный психотерапевт, и как клинический психолог. Я уже на тот момент была официально коучем, уже стартовала коучинг, и под образование получила бизнес-коучем. И это все после полученных научных образований подросткового возраста. И спустя годы я сейчас анализирую, что же мне такого хотелось, пытаюсь понять, чего же мне не хватало, да, вроде своя голова настолько умная, что все ответы на вопросы могла уже бы сама себе задать и ответить. И мне кажется, из моих воспоминаний, что мне хотелось каких-то очень мягких знаний и какой-то мягкой поддержки без... вне концепции, да. Мне тогда казалось, что это вне концепции, и тут небольшой парадокс, потому что этот метод, опять же, определенная концепция, но мы об этом позже поговорим. Мне хотелось таких знаний как бы между кожей и телом, знаете, что-то такое между, очень тонко, очень субтимно. И при этом, чтобы уже укладывалось во картину и психологии, и имеющихся научных знаний, которые я получала все эти годы. Эта дисциплина, этот метод зашел не с первого года. То есть я поначалу просто сдалась наставнику, мне просто нужна была поддержка, и при этом не терапия. То есть я уже была в терапии, и мне прям тело требовало что-то еще. И первая моя реакция на этот метод была на некоторые позиции, про которые мне тогда сказал мой наставник. Мой мозг сказал вообще, нет, не я, это не про меня. Но тело сказало, да, иди туда. И потом, я помню, был долгий период такой, знаете, сначала уже у нас идет отрицание, гнев, а потом торг. Вот у меня, например, был период торга, я очень хорошо помню. Я слушала рекомендации, вот, с которых вы когда-то начали рекомендации на каждый месяц, да, что делать и что не делать. Правда, в моем случае это были минутки на полторы, на три, да, гвастом. И минимум 15 минут на каждой из позиций. Вот, так что у меня это были такие очень-очень кратенькие, очень точечные рекомендации. И я слушала каждый месяц в течение года, да, и думала, нет, ну это можно каждому сказать. Знаете, как вот мы можем астрологию подтянуть пока и под каждое высказывание, что у вас сейчас начинается период проявленности и новых событий. Окей, это можно сказать вообще про каждый день, про каждый месяц. У нас у всех начинается какой-то период где-то проявленности на работе, в личных отношениях, в семье, с родителями. Мы в магазин, в конце концов, входим, там проявляемся. И месяц новых событий. Ну, конечно, думала я, это вообще каждому, можно сказать. В этом периоде вам нужно с чем-то расстаться. Окей, да, еще мы выкидываем мусор, и нам нужно с чем-то расстаться. Почистить фотографии на телефоне, да, там записную книжку. Ну, то есть я очень скептично тоже относилась к моменту. Вот, а при всем при этом, с самого начала, метод очень-очень многое мне показал и сказал, что, да, да, это я, например. То есть суперличный опыт – это то, что колесница на базовой позиции, на энергии рождения. Не на базовой, а на первой позиции, как я говорю. И лошади – это вообще мой самый главный символ по жизни. Но мне никто никогда не давал никакой обратной связи на тему лошадей, даже в символическом каком-то режиме. С одной стороны, потому что я, может быть, не особо интересовалась. С другой стороны, ну, знаете, когда грезишь всю жизнь, что у меня когда-нибудь своя будет лошадь, и даже почти однажды это случилось. Я просто была занятой студенткой, и мне негде было ее держать. А так считайте, что когда-то, когда-то однажды настоящая лошадь почти случилась в моей жизни. И, может быть, случится еще раз. Вот, но кто бы мог подумать, что вот, когда я услышу, что Даля, он это колесница, что вот эта вот идея со скоростью, с силой, со сильными ногами, с выносливостью, с утёртостью, это тоже очень сильно все соединится с колесницей. Да, если бы мне что-то сказали про влюблённых, я бы, наверное, так и не упрекла. Вот. И, да, и про скорость, и про победы, и про достижение масштаба. Пришлось задуматься, что это трогает, это цепляет настолько глубокие струны моей души, настолько у меня тело всеми фибрами, всеми мышцами откликается, что да-да, кажется, что это такое про меня очень важное, что куда мне надо посмотреть. Вот. Это, конечно, очень сильно цепануло, как и все остальные позиции, как и потом дальнейшие энергии годы, энергии месяца, энергии дня. Вот. Но это детали, которые вас уже ждут внутренне. Сейчас, спустя несколько лет практики, я смотрю на метод, как на структуру мягкого вывода ваших провисающих тенимых сторон в обычной жизни. При этом очень много кто смотрит на этот метод, как на эзотерику. Мне хочется здесь немножко протормозить и предложить, задуматься, что такое эзотерика. Я не практикую, например, астрологию. Я не практикую human design, я не практикую матрицу судьбы. Но при этом я с удовольствием к себе пригласила вот эта система психологического портрета. И, например, все больше мне нравится погружаться в идею Тару. Хотя слышала я о Тару с самого раннего детства, но отходила максимально далеко, где умная я, а где какие-то там Тару. Оказалось, все сильно проще. Оказалось, это вообще про коллективные бессознательные. Значит, что вообще такое эзотерик? Когда я стала копаться в понимании, что такое эзо, тер, из каких языков это слово. Обычно все слова, часто все слова из латинского языка. Когда мы пришли, мы оттуда их взяли и переначали с того, кто как. Всямым базовым понимание эзотерика – это закрытые знания для посвященных. И я даже находила какие-то там сноски. Что-то вера в потусторонние силы, что-то мистическое. Но что такое мистическое, что такое потустороннее, что такое непосвященное. Очень четко надо понимать, кто что на самом деле имел в виду. И поскольку сейчас эти знания вообще везде в сети. Если вы хотите прокачаться по любому из методов, и по матрице, и по климат-дизайну, и по Тару. И по разным-разным другим я, скорее всего, в существовании многих даже не знаю. Вы просто открываете интернет и начинаете копаться, если хотите, сами бесплатно. Начинаем с Ютуба, из Дзена, из Инстаграма. Платформы завалены, информация бесплатная. И по желанию получать структуру быстро вы идете к местам. И получается, это больше не знание для посвященных. Это открытая информация. Это больше не закрытая информация. Так что эзотерика и астрология получается уже больше не эзотерика. Поэтому я очень люблю, когда люди всё называют эзотерикой. Вы сначала разберитесь, какие слова вы произносите. И чтобы быть хотя бы грамотным. Если вы произносите такие мощные эгрегориальные слова, как эзотерика, вы должны понимать, что вы под этим имеете в виду. Для меня это всё сводится к базам психологии на данный момент моей жизни. И к социологии. Да, и к антропологии в том числе. Мы с вами же... Давайте посмотрим ещё на это с другой стороны. Мы же с вами можем заниматься. Кто-то хлимат-дизайнер, кто-то вообще всё перепробовал. Знаете, вот эти шутки там. У нас было, значит... Ты с собой три мешка чего-нибудь. Пять погружений, пять встреч с Айаваской. Нужное перечислить. Мы можем заниматься с вами матрицей судьбы. Мы можем катать свечи. Мы можем заниматься чакральным подходом. Суд у нас с вами одна. Нам нужно быть здоровыми. Нам нужно понимать, чего вы хотите. Нам нужно уметь брать на себя ответственность за нашу жизнь. Нам нужно сепарироваться от родителей. Нам нужно организовать свою собственную территорию. Нам нужно уметь работать с документами и законом. Нам нужно понимать сердцем, что мы хотим. Исследовать интуицию. Нам нужно вступить в партнёрство. Пожелание. Нам нужно стать родителем самими. Пожелание. Зарабатывать деньги. Нужно научиться быть самостоятельным, независимым. Нам нужно научиться учиться. Нам нужно передавать знания. Помогать подрастающим поколениям. Нам нужно путешествовать. Или хотя бы расширать границы видений. Нам нужно взрослеть. И следить за питанием. За физухой. За дисциплиной. За спортом. Чтобы быть здоровым. Уметь праздновать победы. Быть добрым к себе и к семье. Уважать друг друга. Доверять миру. В моментах, когда мы абсолютно бессильны. Или что-то идёт не по плану. Учиться проигрывать. И начинать всё сначала. Казалось бы, я произнесла какие-то базовые жизненные вещи. Если вы не согласны со мной, напишите комментарий. И с другой стороны, всё, о чём я сейчас говорю. Всё, что я сейчас проговорила, имеет прямое отношение к этому методу. То есть всё то, что я сейчас проговорила. Метод состоит из этого. Но при этом мне нравится подход. Мне нравится такой символизм, когда не просто перемена, а переход из одного состояния в другое. Не просто мы начинаем новый путь. А мы начинаем новый путь, понимая, что это путь героя. И что будет много всяких классных вещей. Будет нас встретиться наставник. И мы будем отказываться от зова. Мы будем стараться отвергнуть зов. И это будет первое наше рябство. Потом мы встретим наставник. Как, опять же, в архетипическом фильме «Матрица». И нам будет предложен выбор. И мы будем мучиться. И мы потом попадём в логов дракона. И мы будем встречаться с ужасом. Самым-самым страшным. С тьмой перед рассветом. А потом нужно будет вернуться домой. И переосмыслить свою философию. И это так каждый раз интересно. И столько этих путей героя проходила я в своей жизни. И сейчас я абсолютно точно нахожусь тоже в таком же путешествии. И это очень непросто, очень красиво, очень страшно. Мне при этом нравится то, что в этом подходе есть символизм. И есть игра. И он такой немного волшебный. И при этом, что такое волшебство? Волшебство — это то, что мы называем волшебством. Это коллективное бессознательное. Это архетипические образы. Это векторные направленные картинки. Потому что архетипы — это ни в коем случае не старуха и старик. Это безграмотно-то говорить. Архетип — это векторная направленная энергия, которая не статична в пространстве и времени. Она развивается. Это некоторые корректировки, которые нам смогут быть заданы. А дальше эта энергия развивается во время и пространстве. Но при этом архетип Великой Матери вы никогда ни с чем не перепутаете. Потому что вы понимаете, что это что-то большое. Или с большой грудью. Или мать и дитя. Или закрывающая всю планету. Или архетип Великого Отца. Вы тоже никогда ни с чем не перепутаете. Потому что это что-то такое. Если архетип Матери будет шире, то архетип отца будет высе. По этой модели построенных храмов. Когда вы заходите, задираете голову. То есть такая вертикаль. Большой отец тоже смотрящий на вас. Откуда-то из потолка. И это никакой религии не относится. И при этом одновременно относится ко всем религиям. Тоже очень интересно. Что-то смотрящее на вас сверху. Одновременно при этом телесно-ориентированный психотерапевт. Вот этот паттерн, когда у вас мышечно-задранная голова. Мы так с вами на родителей смотрели в детстве. Мы были очень маленькие. Мама, папа что-то там мешали сверху. И у нас в психике остается кто-то большой, высокий. И сильный, и, конечно, умный. И, конечно, он знает, как жизнь. Вот эта архетипическая информация осталась в нашей психике. И каждый человек на Земле проживает абсолютно такой же этап развития. Плюс-минус. Мы все одинаково. И в этом случае мне нравится, что метод здесь спокойно соединяется с телом, с психикой, с базовыми жизненными ценностями, вещами. Но при этом с такими символами, архетипическими образами, которые заложены в многолетнем, тысячелетнем коллективном несознательном. И мне очень хочется пожелать вам в этом методе, чтобы вы смотрели на вещи максимально заземлённых, а просто вот как можно проще. Потому что у каждого из вас, скорее всего, есть о чём попереживать в личной жизни, в рабочей жизни, в профессиональной жизни, в национальной жизни, в гражданской. И пропускайте, пожалуйста, всё через вопрос. Это будет важно для меня через 5-10-20 лет. Вот эти заморочки, страхи, что я чего-то не сделаю, или размышления делать, а не делать. Спрашивайте себя. Ещё круче вопрос. В конце жизни я буду жалеть о том, что я проявилась там, написала книгу, вышла замуж, родила нужное подставить, попробовала что-то или не попробовала, что-то путешествовала или не путешествовала. Сшила это патина, сшила это патина. Сделала предложение этой женщине, догнала её на улице. Или я буду или не буду, я бы тоже. Вот такое напутствие и предложение на подумать. И, конечно, добро пожаловать в удивительный мир психологического портрета, метод, который я называю метод вас. Продолжение следует...